Сегодня мы в районном центре Дюлянди, в сторону Тарту. Сейчас мы находимся в самом-самом центре, возле здания районного совета, хотя это, конечно, в современной Эстонии называется по-другому, но я не нашла правильного русского слова. Здесь очень доминируют вот такие вот здания из красного кирпича. И дорожки тоже сделали из красного кирпича. Это Йоганнас Кёрфи, церковь. В окнах горят свечи, и они пытаются делать колокольную музыку. Начинается дождь, и мы стараемся скрыться в церкви. А тут и не погоды. На этой сцене всегда проходят концерты, где они собирают все свои народные инструменты. Во всех других частях этого города проходят какие-то облагораживающие работы. До строятся дорожки. Вот она, на заднем плане. Косят травку. Короче, все здесь красиво, ухожено. И даже если идет немножко дождик, все равно хорошая атмосфера. В Вилянди. А сейчас мы хотим посмотреть эту руину. Руину Вилянди Орденспург. Вот ее план. Идем дальше. Такая архитектура, где к старому зданию пристраивают какую-то стеклянную коробку. Она часто встречается в Германии. И вот сейчас она перемахнула на всю Европу. Но видно, что здание отреставрировано хотя бы внутри. И оно используется. Только что посмотрел на карту и говорит, что это старый центр фольклора, где все эти национальные инструменты собираются. Которое потом в качестве фестиваля представлено на сцене, которое я до этого показывала. Вокруг руины ров. Ровы всегда были частью защитных сооружений. Вот такая округа. Вот вид на эту руину с этой стороны. А мы спешим к тому мостику. Судя по всему, это опять навесной мост. Очень красивый. Но я надеюсь, будет так шататься, как тот мост, на котором я был. И нормально все. Вот мой муж, который хочет меня запечатлеть. Сверху открывается интересный вид на останки этого замка. И они тоже переквалифицированы в какую-то сцену. Это кулисы каких-то концертов. Или театральных постановок. Ох, меня такие вещи очень впечатляют. И очень радуют, что все это как-то используется современными людьми. Вот какая сцена. И какая почти природная декорация. Здесь посередине, как в каждом замке, есть колодец. Он закрыт. Но он имел место. Это был источник воды. На заднем плане мы видим озеро. Или речка. Вилянди. Я знаю, что она называется тоже Вилянди. Но я забыла, да, речка или озеро. Хочется все путешествия, все виды, которые мы видим в этом путешествии, листать как альбом. Одну фотографию за другой. К сожалению, все ремонтные работы здесь не позволяют много рассказов. Но показать то, что я вижу, я вам смогу. Это полная картина этой руины. Это полная картина. Я вижу, я вижу. Я вижу. Я вижу. Я вижу. Я вижу. Субтитры сделал DimaTorzok Скользкие от дождя камни И вот, так сказать, городские ворота Нет, это не городские, это ворота, это замуж Или то, что от него осталось Какие-то костюмированные школьники, может быть, хотят делать какой-то спектакль Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С левой стороны идут реставрационные работы Хотят сохранить стену Которая по какой-то причине развалилась Вот каждый-каждый кирпичик укрепляют То бетоном, то цементом, то еще чем-то Миша уже заметил, говорит Маленькие города, они намного аттрактивнее Чем-то привлекательнее, чем Большую Пярну Нам чем-то этот город напоминает Кульдигу Латвийскую Здесь много маленьких мест Очень привлекательных Мы покидаем территорию этого защитного соглашения Опять через очень красивый мостик Уже не навесной, а деревянный Опять ров укрепительный вокруг всего холма Церковь, в которой мы были Улица называется Лоси Типичные дома из красного кирпича Постройки из дерева Следующие покрыты Из какого-то камня Опять деревянный дом Симпатичная площадь С маленьким фонтаном Сзади видно Водонапорная труба Не труба, а башня Такие вот здания, похожие на замки Внизу пекарня И пахнет, соответственно, очень вкусно И туда мы направляемся О, наконец-то я увидела медовик У нас впервые проверили нашу вакцинацию QR-код на мобилке А Миша взял наполеончик Все выглядит довольно современно Это оказывается не пекарня, а отель с кафе С боковой стороны ратуши Находится памятник легендарному бургомисту Города Вилянди Города Вилянди Августумарама Сама ратуша датируется 1931 годом Белое здание Типичное, как в разных азиатических городах И вот на этой площади видны оттенки эпохи Рядом с таким красивым, сравнительно красивым зданием для районного центра Стоит практически руина И вот мы видим, что в Эстонию надо еще инвестировать очень много Чтобы она была очень красивой Не просто красивой, а очень красивой Я не знаю, что это за здание, но как-то мне его очень жалко Миша такой счастливый Ему вот та девушка в окошке помахала Это городская информация Она нам показала, какой круг прокрутить Мы очень довольны тем, что увидели Все атмосферы, ухоженный городок До следующих встреч! С вами была Наташа Канал будет со мной Благодарю вас всех за лайки, дизлайки, комментарии И рада вас видеть вновь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok